И снова здравствуйте, друзья! В студии Анна Троян, а это значит, вы не пропустите все самое важное в эфире нашего канала. Это телегид. Ноябрь принесет нам много премьер и согреет вас хорошими лентами. Все подробности сейчас расскажу. Живой, страстный, любящий, радущийся и страдающий. Именно таким был Федор Михайлович Достоевский. Узнаем о его жизни не из книг, а с экранов теперь по будням. Сериал охватывает большой период жизни автора. С момента разгрома кружка Петрашевцев до написания братьев Карамазовых. За это время в жизни Достоевского произошло много драматических событий. И ссылка в Сибирь, и заграничный роман, и многое другое. Подробности смотрим с понедельника по пятницу в 8.30 утра и в 16.30. Я двинул всю эту кучу денег на красную и вдруг опорнулся. И только раз за весь этот ветер всю игру страх прошел по мне холодом. Это звался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно осознал, что для меня теперь значит проиграть. Стояла ставка на ставке вся моя жизнь. Федор Михайлович, подождите, я не поспеваю. Что? Ой, вы так волнуетесь. У нас лица нет. Кто волнуется? Я волнуюсь. Чего вы взяли, сударный? Я не волнуюсь. Я играю сцену, которую я написал. Чтобы вы поняли, что я написал. Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» устроят вам незабываемый праздник в День народного единства. Благодаря художнику Алексею Усанову и неподражаемой Надежде Бабкиной вы, зрители, почувствуете красоту русской традиционной культуры и просто отдохнете от души вместе с популярными композициями из репертуара ансамбля «Русская песня» 4 ноября в 22.00. Смотрите и подпевайте. ПЕСНЯ Получить путевку в жизнь нам предстоит в четверг. Не забудьте забрать свою на ЛРТ. У Ромки Бегункова непростой характер. Отсутствует вера в людей, любовь и дружбу. Невыносимо тяжелая жизнь заставляет героя сбежать из дома. Рома совершенно случайно попадает в воинскую часть в самый разгар боевых учений. Армейские будни и строгий распорядок дня оказались для Ромки сложным испытанием. Как они изменят его жизнь, увидим 5 ноября в 22.00. Аккуратненько. Бегунков, заканчиваем уроки вождения и начинаем менять сцепление. Возможно, неделя была трудная и времени посмотреть новости городского округа Люберца у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Перед тем, как сесть за парту, измерение температуры и обработка рук, а учителей теперь можно увидеть только в маске. К таким реалиям воспитанники 25-й школы уже привыкли, так же, как и к новому расписанию. Потоки учащихся разделили на пять групп, чтобы дети из разных классов не пересекались друг с другом в коридорах. В субботу согреваемся вместе с теплой лентой «Питер. Лето. Любовь». 25-летний британец решает кардинально изменить свою жизнь. Он отправляется в Санкт-Петербург к брату, с которым он никогда не виделся. В Питере Элиот начинает обучать танцам подругу брата, которая поступает в театральную академию. У нашего героя есть неделя, чтобы подготовить Аню, ну и, как следствие, разобраться с собственными чувствами к ней. Подробности смотрим с 7 ноября в 10 вечера. Равновесие. Отлично. И шаг. Очередную интригующую загадку нам предстоит разгадать в выходные. Французская история исчезновения затянет вас с головой. 17-летняя Лия Морель не вернулась домой после праздника. Полицейские расследуют дело, в то время как семья пропавшей справляется со своим горем. Отец пытается самостоятельно выяснить, что случилось с дочерью. Мать поддерживает младшую дочку, а старший брат Ли мучается от чувства вины. Ведь он должен был проводить сестру, но не сделал этого. Как закрутится эта история, узнаем в субботу и воскресенье, в 11 утра и ровно в полночь. Видишь, вон тот стоит спиной и смотрит ныля. И что? Он выглядит не так, как остальные. Он старше их и в костюме. Точно. Нужно узнать, кто он. На этом наш выпуск подошел к концу. ЛРТ вы можете смотреть круглосуточно. А еще больше информации смотри на официальном сайте 3w.lrt.tv И на наших страничках в соцсетях. Я, Анна Троян, настоятельно рекомендую подпитываться только положительными эмоциями. Скоро увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова